Все у нас хорошо. Минус противотуманка. Тарануха, hello, my friend. Друзья, всем привет. В нашей команде раньше был обожествляющий человек Toyota. Была у него Toyota Camry 3.5. Вот такая машина. Но случилось так, что он продал ее со слезами на глазах от счастья. И купил себе Volvo. И почему-то подумал, что он на джипе. Volvo S60 полный привод. Именно он потянул нас в лес покататься по говну. Все у нас хорошо. Нашли место без ветра. Даже уже Балтику распечатали, нулевое пиво. Есть у нас даже девчонки, которые готовились к ветреной погоде, но оказалась погода безветренная. Есть у нас также холмик здесь. Вот там холмик, туда подняться. И дальше туда ехать. Там все интересно. Вышли мы на местность посмотреть, как проехать. И вообще можно ли здесь проехать. И все мотоциклы укатали так, что даже Сережа сказал, фе, легко, на S60 я тут проеду. Вот сейчас мы поедем мясо и посмотрим, как он здесь проедет. Здесь уже все укатали, здесь уже легко. Но мы сейчас приедем, все разроем. Будет счастье. КОНЕЦ С ТСТСом не выгребает. Сейчас я его отключу и посмотрим, лишь бы не закопаться. Сейчас я развернусь, спущусь там, где Андрюха, и заеду, и заеду. Да, выключил, пошло хорошо. С учетом того, что нифига не видно, я уже себя, наверное, отключу. Я отключил курсовую устойчивость. В смысле, сейчас будем грязать. Итак, Сережа у нас рискнул. Хочет оторвать себе бампер. Надо было, конечно, другую взять камеру. Там, где есть ветрозащита. А то у меня тут ветрозащиты нету. Не, проехал, кстати, по корням. Идем дальше. Ну, вниз он здесь спустится. Только там аккуратно корни. Ну, да, еще на низком профиле едет. Ну, вроде нормально. О, уже касается. Сейчас я увеличу угол. Пошел загребать песок. На тормозах едет. Красавчик. А вот здесь, а вот здесь сейчас брюхом чупанет. Не, не чипанул. Не ципанул. Проехал. Что, даже глушитель не оторвал? Так, а вот теперь, как по разрытому, он поедет. Да, аккуратно едет. Молодец. Итак, Сережа, прокатившись два раза, один раз спустившись, один раз поднявшись на горку, он понял, что у него перегревается машина. Ну, ответ мы потом нашли. У него просто не включался вентилятор, сгорели щетки. Он их поменял, но это уже было потом. Но здесь он сошел с дистанцией. В общем, не получился из него джипера, не получилось из него такого парня, который, вау, я на полном приводе, сдулся. Вот, Андрюха развалил рычагом пенечко. Окей, идем смотреть, что там с рычагами. Какие у нас потери. Там довольно мощная часть, поэтому нифига ему не будет. Андрюха решил сейчас сделать слегка нахитрейшую хитро. Сейчас я покажу, как он хочет заехать. Значит, хочет он заехать вот с той горы, вот сюда и подняться вот здесь. Я специально опустил камеру для того, чтобы было видно, какой переход. То есть, у меня есть понимание, что даже он со своим самым высоким дорожным просветом в 24,5 см все равно сядет на пузо. А может и не сядет, сейчас посмотрим. Так, и шо, и шо, и шо, и едем. И едем, и едем. Я сейчас отойду назад, заснимем кадр, как он там. А, ты вот так хочешь? Нифига себе, ну давай. Давай, дружбан, я даже сойду. Вообще сумасшедший. Его сейчас сносить будет. Не, не пойдет. Не пойдет. Зато слышно, как турбина свистит. Ну, в смысле не свистит, а дымит, включается. Надувается, а не свистит, включается. Чуть-чуть разгона ему надо. Вот под таким углом, наверное, зайдет. Хороший, высокий. Но не залазит. Чуть-чуть разгона не хватает. Но уже давай с разгончика чуть-чуть. Интересно, заедет или нет. Хотя, с такого разгона, я думаю, заедет. Хотя он опять в яму заехал. Но я на том, что он легко выйдет. Ну, почти. В общем, то, что заехал, это классно. Но то, чтобы... Чтобы не пенек, надо вот так заехать. И если бы ты так заехал, даже проехал головой, то ты бы уперся, повесился бы на брюхо. Потому как сильно большой тут. Хотя, если вот так с разгона, не, не войдет. Никак не войдет. Тут сильно здоровый переход. А как ты еще хочешь? Заехал. А бампер? Ну, бампер вроде целый. Так, а что ему будет? Бампер капроновый, нифига ему не будет. Сейчас посмотрим. Ну, здесь он стоит на местах. Все ровно. А, ну, минус противотуманка. Минус противотуманка. Это наша лампочка. Ну, окей, лампочка и сломанный патрон. А сама туманка на месте. Чуть-чуть грибану. Ну, что. Вольво классная машина. Но я понимаю, у меня меньше дорожный просвет. Я туда точно не залезу. Разогрев перед квадроциклами. У нас через 3 часа будут квадрики. Уже даже не через 3, а через 2,5. А мы еще даже мясо не пробовали. Круче горок здесь, к сожалению, нет. Вернее, как есть. Но там не проедут автомобили. А так. Ну, шо. Как эмоции? Красотень. Ну, красотень на сколько? Ну, более. Эмоции эти не продаются, не передаются. Надо попробовать. Я бы на нашем месте попробовал. Попробовал. У меня бампер стоит 600 долларов. Что-то я не хочу пробовать. А ты к Си-77 поставь тебе? Ну, он только чуть-чуть не подходит. Ну, я понимаю, у тебя дорожный просвет выше. У тебя меньше бампер. А у меня он... А может спробовать? Нет. Ну, вы за это говорили, не заедет. Нет, так у тебя оно хотя бы... Нет, у тебя минус туманка. У меня бампер, он же из трех кусков он разложится сразу. Ну, пока он еще живой, пусть он остается. Я думаю, что я еще кружочек сделаю где-то типа... Пошли, есть. Да вы хотя бы по диагонали так попробуйте подняться. Окей, хорошо, сейчас попробуем. Покажу я по бамперу, нет? Бампер уже чуть-чуть упирается. Уходит, нет? Ну, сантиметров тридцать копнулась ямка. Уже жопой садится. Ага. Пошел, пуза. Нет. Хорошо. Я на коне забываю электро автору. сволочи какие-то приехали тут по накапывали велосипедистам негде пройти они наверно мне сейчас проклинают грубо говоря это я вот здесь вот хотел заехать уперся колесом и выше у меня естественно бампер если заходить под углом то под углом у меня диагонал очка была и закопалась колесико короче как то так не джип но он не застрянет все пошли пошли мы жевать мясо а вообще мы туда поехали покатухи то такое заехать на горочку практически пологую ну как пологую градусов 30 уклон на на видео она не передает но уклон там был мы туда поехали покататься на квадроциклах вау квадроциклы мотоциклы ну вот так вы на мотике да да О, классно. Ну что, вы счастливы от гусеничного движения? Да, давай уже заплющу, а че-то вы на гашетку. Короче, по итогу, вот эти квадроциклы, которые там где-то прокатаны, это все такая шляпа, ребята, просто не ведитесь. Рассказываю, к чему это приводит. Вас, как баранов, ставят в очередь, включайте первую передачу и, блин, дрифтовать нельзя, буксовать нельзя, подписывайте документ о том, что сломанный пластик стоит там как крыло от Боинга. Короче, пипец, катая, загоняя себя на покатухе на квадроциклах, вы вешаете себе удавку на шею. Не дай бог где-то что-то сломается, отломается, это жопа. Плюс, ко всему эти квадроциклы, они какие-то детские, они моноприводные, ну, в смысле, они заднеприводные. Оно не едет, оно дымит, все ездят на ручниках. Короче, полная шляпа, удовольствие ноль, ни хрена с этого не получилось. Выехали, проехали как-то так, один за одним, выехали на бережку, сделали фотографии против солнца. Вот, классный берег, фотографируйте, солнце лепит в объектив, нифига не видно, но зато у парней вот такая вот классная программа. Мне повезло чуть-чуть больше, я был на мотоцикле, ну, тоже такое. Цепь у него растянутая, постоянно только включил передачу, сразу такой бух, удар в позвоночник идет. Техника, она хоть и новая, но она уже такая, полурассыпанная, полуразвалившаяся. Поэтому покатать детей, да, получить самим удовольствие, ну, я не знаю, на катамаранах, например, покататься. Вот, приблизительно то же самое, только на катамаранах вы делаете хотя бы какие-то усилия. Можете плыть, я не знаю, на один берег Днепра, на другой берег Днепра. Здесь есть маршрут от инструктора не уходить, один инструктор спереди, один сзади, не дай бог, только какая-то сволочь уедет вправо-влево, это все расстрел. Короче, шляпа это, а не квадроциклы. Тарануха, hello, my friend. Вообще, эти парни еще говорят, что у них есть такая вещь, как индивидуальная программа. Вы приезжаете, даете нам не 400 гривен за час, а чуть-чуть больше, там, гривен 700, и будет вам индивидуальная программа. Наверняка с инструктором, потому что он же как пастух должен смотреть за всеми овцами, которые не должны разбежаться и украсть этот квадроцикл. Может быть, индивидуальная программа будет отличаться тем, что разрешат подняться по горке. Может быть, где-то прокатится больше, но удовольствие от моноприводного квадроцикла, который ездит только на первой передаче, вы точно не получите. Поэтому, ну, удовольствие очень сомнительное. Ребят, моя молодая команда только что подсказала гениальную штуку. Пожалуйста, напишите в комментариях, где можно нормально потусить. Приедем, отдохнем, вместе покатаемся. В общем, напишите, где это будет хорошо. Ребят, в общем, если есть такая идея, просто напишите. Буду безмерно благодарен. Спасибо большое, что досмотрели это офигенно томительное видео до самого конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Динафта. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok